приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня что-то вспомнил про среднюю азию ну и собственно говоря решили приготовить очень интересное блюдо очень вкусное и естественно поделиться с вами сегодня друзья будем готовить шурпу шурпу готовят в узбекистане в таджикистане в киргизии по моему даже в азербайджане готовят ее и на балканах называется она там немножко по-другому черба ну собственно говоря мы будем готовить классическую узбекскую шурпу ну такую шурпу как мы пробовали и учились готовить в узбекистане она мне нравится больше всего но немножко внесем внесем сейчас расскажу некоторые правки скажем так первое что нам понадобится для приготовления шурпы это казан конечно шурпу можно приготовить и в кастрюле но тут специфическое в казане так сказать он специфически нагревается он нагревается со всех сторон кастрюля нагревается только донышком а казан нагревается со всех сторон и вот почему то в средней азии первые блюда все ну то так же и пловы допустим очень многие вторые блюда такие как кавардак примеру ну и собственно говоря шурпа готовится в казане поэтому мы будем готовить казане по мясу друзья мы взяли 800 грамм мяса классическая шурпа готовится из баранины но не было вот такой вот я люблю пресное мясо без жира а лариса любит наоборот ребрышки такие с жирочком поэтому мы совершили компромисс мы взяли 400 грамм бараньих ребрышек и 400 грамм телятины также мы взяли 100 грамм курдючного жира по мясу все все остальное овощи набор достаточно специфический и первое лук-порей по желанию можно заменить белым салатным луком три синие луковицы можно готовить конечно и с обычным нашим классическим луком но с синим луком получается значительно вкуснее вот такой вот большой пучок кинзы один острый перец помидоры и сладкий перец у нас просто мелкая огородняя ну с огорода как бы мелкие вот эти вот дела если вы покупаете в магазине то обычного размера ну большой да сладкий перец то два сладких перца и два больших помидора ну вот таких вот помидора достаточно будет два у нас два таких вернее один такой и три горошины такие по картошке картошку лучше брать не крупную потому что ее надо будет резать она должна быть четвертью половинками шурпе то есть такими крупными кусками если будет большая картошка ее придется много резать вот лучше взять сколько мы здесь положили 8 штучек вот таких вот средненьких картошечек и 5 средних морковок вот такой вот набор продуктов друзья теперь по специям нам понадобится зира по-моему в средней азии зиру используют вообще для любых блюд кроме сладостей не знаю может они и сладкое где-то или использует и не молотая обычная горошком кинза но собственно говоря все друзья и приступим к приготовлению первое что нам надо сделать это сварить бульон воду наливаем в казан естественно включаем нагрев и помещаем туда все приготовленное мясо сало в казан не ложным сало нам понадобится потом в конце приготовления ждем пока закипит друзья после этого снимем пенку но вам пока друзья варится наш бульон подготовим все овощи в первую очередь нам надо почистить помидоры для того чтобы они легко почистились нарезаем их со стороны плодоножки крест-накрест вот таким вот образом и заливаем заранее подготовленным кипятком где-то на 2 на 3 минуты то есть нам не надо чтобы они сварились но вот этот вот это действие поможет легко отделиться шкурки пока помидоры будут так сказать запариваться порежем лук лук режем полукольцами толстыми так не очень толстыми не очень тоненькими потому что варится ну да где-то миллиметров 5 размером полукольца и так друзья режем лук и вернемся к нарезали лучок и теперь порежем картошечку ларис видно как ты режешь вот так вот режем ее на четыре части в дом половинками но как бы мы варим ее не очень много то есть в узбекистане там большие котелки варят можно половинками да по-моему там и целую ложат если такую маленькую то есть картошка в шурпе должна быть большим достаточно куском это не должны быть как в нашем традиционном супчике маленькие кусочки картофанчика но должна быть большая итак друзья нарезаем суп следующим этапом друзья порежем морковку морковка режется не поперек а вот так по диагонали по типу как колбасу мы привыкли резать морковки нам тоже в шурпеду наш нужны вот такие вот достаточно большие кусочки толщина слайсика где-то 5 миллиметров и так далее порежем наш сладкий перец ну естественно почистим его разрезаем перчик пополам вырезаем плодоножку вместе с семечками кстати друзья картошку которую мы порезали как вы знаете надо поместить в холодную воду пока мы не из нее не готовим иначе крахмала кислится и картошка посинеет перчик режем вот такими тоже полукольцами толщиной где-то 7 8 миллиметров если перчик большой мы все равно режем полукольцами но чем больше тем лучше он красивее ну да дело в том что с огорода остались перцы и мы их потихонечку подъедаем уже остатки урожая поэтому они не очень большие самые большие мы слопали сразу естественно и так режем весь перчик в это время помидорчики запарились и лариса сейчас покажет как их почистить мы их помните нарезали на четвертушки и вот теперь вот шкурочка достаточно легко запаренного помидорчика снимается таким вот образом друзья почистим все наши помидоры помидорчик и порежем его после этого разрезаем помидор пополам и режем вот такими вот дольками как на салат а в это время закипает бульон и требует нашего внимания друзья начинает закипать бульон уменьшаем кстати нагрев и этот момент надо не пропустить ни в коем случае надо снять тщательно вот эту вот всю пену если мы этого не сделаем бульон у нас будет муссный ну а так как мы это сделаем то бульон у нас будет прозрачный как слеза то есть тратим пару минут и вот пока он полностью окончательно не закипит причем снимаем не шумовка именно ложечкой потому что через шумовку это пена проскальзывает надо и снять очень очень тщательно вот таким вот образом итак снимаем все пену пока бульон не закипит полностью пока он уже не будет кипеть полностью сняли всю пенку видите друзья то есть бульон потихонечку кипит и пенка уже не выделяется заняло это где-то минут пять то есть мы постоянно в начале я потом лариса стояли и снимали всю пенку это очень важно чтобы бульон получился прозрачный теперь закинем в наш казан лук огонь такой ну не то что минимальный то есть она не должно чуть-чуть кипеть не сильно кипеть бурлить а чуть-чуть кипеть и оставляем всю эту красоту вариться на малин на медленном огне на 30 минут через полчаса друзья начнем ну как бы будем добавлять следующие ингредиенты прикрываем крышечкой не плотно чтобы оставался ну оставалось для выхода пара такой увидите как наш бульон варится порежем оставшиеся ингредиенты лук-порей то есть чтобы он зеленью получился да я бы половинку отрезал тут гигантская луковица конечно такая никогда не видел его растущим на грядке интересно ларис давай посадим лук-порей хотя хотя бы один обязательно также режем его полукольцами толщиной где-то 5-6 миллиметров дальше нарежем нашу кинзу берем вот так вот прям пучочком вместе с ножками и режем кусочками ну крошим ее тоже кусочками 5-6 миллиметров не толще порежем подготовленный заранее курдючный жир можно использовать и внутренний жир баранией но все-таки курдючный предпочтительней и курдюк у нас невероятно дорогой в киеве курдюк стоит килограмм 300 гривен это 10 евро в тбилиси мы покупали почему мы покупали ну где-то где-то по 2 евро вот так вот не дороже за килограмм поэтому если вы любите готовить и бываете на кавказе запорцайтесь курдюком там режем его на такие достаточно меленькие кубики со стороной где-то тоже 5-6 миллиметров вот у нас все примерно такого размера и режется 5-6 миллиметров вот на такие вот кубички порежем весь жир через полчаса друзья добавим в наш бульон кипит он очень медленно добавим приготовленное сало ну не сало а жир курдючный добавим всю морковь и добавим по столовой ложке мы приготовили зиры и кинзы предварительно немножко растал растолкли ее в ступке не полностью в пыль а именно чуть-чуть чтобы раздавить зерна все это добавляем тщательно перемешиваем и также на таком же медленном огне оставляем вариться еще на час наш бульон будет постепенно выкипать но главное чтоб он не бурлил не кипел а вот именно очень очень медленно себе побулькивал не совсем так чтобы он не кипел но вот именно процесс кипения должен быть такой очень-очень медленный увидимся через час друзья прошел час друзья добавим в шурпу ой как она пахнет божественно красота такая добавим шурпу картошку естественно без воды в которой она у нас отдыхала и засекаем 10 минут через 10 минут друзья добавим приготовленные помидоры шурпа издает такие потрясающие запахи а кушать как хочется я ее жду потому что это мой ужин целый острый перчик закинем туда и порезанный сладкий перец лиза уже тоже говорит мяу хочет шурпы и друзья настало время шурпу присолить вот с солью вопрос вкуса бульон уже готов поэтому его можно пробовать на соленость чтобы чтобы не пересолить вот обычно мы солим вот таким вот образом на этот котелок а он 5 литровый ложка с горкой соли но опять же таки будьте внимательны вопрос соли вопрос очень индивидуальный поэтому лучше попробовать посолить чуть меньше попробовать если покажется недосоленным до солить всегда можно то есть еще кипит пять минут друзья и будем переходить уже к заключительному этапу еще через пять минут добавим подготовленный лук-порей перемешаем его и примерно две трети зелени которую мы подготовили то что мы оставляем оставляем исключительно для того чтобы украсить шурпу в тарелке опять все тщательно перемешаем друзья и варим еще пидли пять минут но собственно говоря после этого шурпа готова выключаем ее даем немножко настояться остыть и будем пробовать вот друзья прежде чем пробовать шурпу и рассказывать какая она вкусная решил показать вам вкулу крупный план посмотрите прозрачный бульон крупные крупные кусочки мяса крупные кусочки овощей и выглядит все очень очень аппетитно ну сейчас подавлюсь слюной естественно надо быстренько пробовать что друзья ответа им шурпу первую очередь бульончик вообще бульончик это просто бальзам мне сразу же пришла идея что такой бульончик скрепкого будуна очень хорошо решил бы проблему морковочка очень мягкая полностью готова картошка полностью готова было бы странно в принципе если что-то было не готово ну так на всякий случай кто-то может подумать большие куски картошки могли не свариться все сварилось естественно попробую мясо мясо я пробую терять и ну терять и нам просто тает во рту друзья шурпа просто исключительно этот вкус не сравнимые ни с чем наверно это ну король первых блюд я так думаю то шурпу которую мы приготовили узбекская шурпа мы посмотри подсмотрели в узбекистане мы жили в семье там люди ее готовили и мы очень тщательно тщательно все записали потом восхитились результатом сколько водки было выпито с гостеприимными узбеками я вам передать не могу под эту шурпу ну теперь мы регулярно готовим и с радостью делимся с вами этим прекрасным рецептом друзья на этом все если у вас есть какие-то вопросы задавайте их в комментариях мы на все комментарии отвечаем подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить новые видео ставьте пальцы вверх а мы будем снимать для вас новые интересные ролики всего доброго пока